Рад с вами встретиться. Благодарю за интерес. Давайте начнем, поговорим. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Мы вывозим. Конечно, главный экспортный товар, наши сырьевые ресурсы, но сейчас начинают выходить и товарами, и легкой промышленности, и пищевой промышленности, допустим, да, и наши машинные механизмы начали выводить. Но надо работать. Вот здесь как раз речь пойдет об образовании и науке. Для того, чтобы изделие было конкурентоспособным, две вещи надо. Цена должна быть подходящая, качество высокое. Качество создается только новыми технологиями. Изучать надо мировой опыт. Цена создается повышением производительности труда. То есть надо менять оборудование, машины, механизмы на предприятиях, которые стоят, которые меньше потребляли энергии, меньше потребляли воды, меньше количеством людей, и тогда цена товара будет ниже, и он будет конкурентоспособным. Как раз этому мы должны учить. Ну, казахстанские, например, автомобили стали собирать, мы их продаем везде сейчас. Это так окошко, можно сказать. Ну, готовые изделия, типа вот мясо, говядину мы начали выводить. Я знаю, что некоторые вещи в легкой промышленности, в пищевой промышленности стали выходить на зорвежий рынок, и считаются хорошими, без минеральных удобрений, чистыми, экологичными. То есть вот это тот вопрос, когда я поставил задачу послания поддерживать импортоориентированные предприятия. Помогать им, давать им кредиты, и правительство должно прокладывать им дорогу, как делают все другие страны. Над этим надо работать, друг другу помогать. Вообще, это очень большой вопрос, развитие бизнеса в стране. Для этого создали мы все условия. Удешевленные кредиты, субсидируем ставки для бизнесменов. Для села, где самозанятый народ, микрокредиты до 160 миллионов деньги могут давать. Если они хотят завести свое дело, за эти деньги можно приусадебный участок привести порядок, купить живность, производить, продавать себе и государству. То есть помогать нужно. Есть такая присказка насчет бизнесменов. Один бизнесмен был очень успешный, много помогал людям, много благотворительности делал. За это Бог решил его поощрить. Когда он пришел туда, говорит, за такие хорошие дела я тебе разрешаю посмотреть сначала. Где рай, где ад, потом выберешь. Ну, он пришел, ну, пошел смотреть ад. Смотрит, стол весь накрыт. И выпить есть, и что, закусить есть. Ну, стоит шум, гам, никто никого не слушает. Когда присмотрелся за их грехи, Бог сделал так, что у них руки не сгинались, чтобы кушать. Прямые стали руки. И есть еда, не может взять. И от этого голодные, а все здесь стоит, возмущенные, орут друг на друга. Теперь пойдем в рай. Рай тоже накрыт стол. Все люди сидят, уже наелись. И все задремали, сидят в своих креслах от скуки, от всего этого. Потом он говорит, меня, говорит, пошлите в ад. А почему? Раю, видишь, как хорошо? Нет, говорит, я научу их кормить друг друга. Те, сто. Это был великий бизнесмен. То есть, кому-то что-то давая, что-то ты можешь взять. Вот в чем суть этого дела. Точно так же бизнес и государство должно взаимно давая друг другу получать нормальную прибыль. Поэтому я прошу все наши средства массовой информации. Вообще, средства массовой информации, прежде всего, должны учить людей в этих трудных условиях. Вы думаете, что по всему Казахстану каждое утро читают наши газеты? Или сидит у телевизора? Он с утра до вечера пашет. Посмотрите, в деревнях. Он же по заре встает и в темноте ложится спать. А вот говорить, внедрять, что это такое, как этот создать бизнес. Сейчас я всем Акимам дал поручение заняться обучением людей. Мы сделали список 100 бизнес-делов, которые приходят в деревню и говорят, вот у тебя здесь, в ауле, можно вот этим заниматься, это необходимо. И начинают учить их, как это делать, где взять кредит, микрокредиты где находятся, как рассчитывать, чем заниматься. Вот что надо нам всем делать, научить людей. Я же много раз привожу пример. В западных странах от 70 до 80 процентов экономики производится в малых и средних предприятиях, начиная от Соединенных Штатов Америки, Германии. И мы к этому двигаемся. Я, наверное, затрону, пожалуй, одну из не самых приятных тем. В Казахстане борется, идет очищение государственных органов от коррумпированных чиновников. И как результат, мы вот все с коллегами видим, начало этого года, конец прошлого были ознаменованы чередой, целой чередой задержаний и арестов высокопоставленных лиц. Скажите, не означает ли это началом реализации новых подходов в этом вопросе? Во всем мире борются с коррупцией. Ни одно государство не может сказать, что оно 100% это победило. Это такое зло, когда это превышает всякие нормы, представляет собой опасность государству. В основном молодых государств, только создающих свою экономику, особенно это зло очень большое. Поэтому посмотрите, в Китае никто не считал, сколько расстреляли за эти годы людей. И эта работа продолжается, продолжается везде эта работа. И мы не исключение. Но то, что с каждым годом в рейтинге мы становимся все лучше и лучше, нас оценивают как государство борющиеся. И последняя национальная программа, состоящая из 100 шагов, там в одном из шагов по правоохранительным органам, это одна из главных задач, которая стоит перед нами. Прежде всего, достойная зарплата государственных служащих должно быть, чтобы они могли прокормить себя и семью. Во-вторых, сейчас идет сито такое. Все они сдают экзамены через конкурс, через меритократии. Не просто кого-то взял за волосы и посадил по блату, как говорится, а чтобы он прошел. И каждая ступенька должна проходить таким образом, чтобы был отбор, конкурс был. Лучшие проходили, лучшие возвышались. Лучших в резервы вставили. И мы обращаемся к населению, что это зло можно победить, только если сможем подключить все население. Что это означает? В государствах вместе борются с воровством, со взятельством, со всеми. В Сингапуре существует порядок, если в одном коллективе работают в отделе, допустим, 10 человек, один из них намеревается у кого-то что-то получить, узнавший об этом должен сообщить. Если он не сделает, он будет наказан вместе с этим взятишником. Для нас это крайняя мера, например. Когда я был, мне сказали, что летит самолет. Министр или его зам, который сидел в общем зале, решил перейти в первый класс, потому что свободные места были просто. За это он был снят с работы. Мы еще до этого не дошли, потому что государственная служба, все же почетное дело, и он пришел туда служить народу. И он должен показать пример преданности государству и делу, на которое поставлен человек. Поэтому мы будем продолжать работу. Молодые ребята, которых обучили, все сделали. Но суд, что еще не сказал свое слово, вот министр экономики молодой, Балашаковец, попался прямо серьезно, вместе со своими товарищами, там, друзьями, организовали коррупционную группу, и сейчас идет следствие. Недавно выявилось вот комитет геологии. Специально создали комитет геологии, потому что казахстанская земля еще лежит нетронутая. То, что открыто, это мизерная часть. Геологии должны работать в поисках. Вот создан комитет. Так этот комитет и его руководитель, месторождение, которое перспективное, стал раздавать своим. Пусть никто не думает, что мы сидим и не смотрим за этими. За государственными служащими есть много глаз. Люди смотрят. Проводительные органы, которые не зря кушают свой хлеб, тоже смотрят за ними. И вот сейчас все это украдено, будет возвращено государство, и все равно человек, нарушивший, получит свое. Мы не переставая будем над этим работать. День и ночь никогда этот вопрос не остановится. И все время будем делать так, чтобы очищать страну от такого зла. И еще раз хочу сказать, средства массовой информации. Кстати говоря, самая мощная борьба с коррупцией – это гласность. Если средства массовой информации активно будут говорить об этом, и каждый такой сигнал не останется без рассмотрения, тогда мы достигнем больших успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И там решение вопросов о недрах, вопросы бизнеса, малого и среднего бизнеса, приватизации, инвестиции и так далее, и так далее. То, что нужно рыночной экономике. И мы двинулись вперед. По всем вопросам, которые надо было решать и в аграрном комплексе, и в промышленности, и в социальной области, нужно было продвигаться вперед. Поэтому это было необходимо. Но все пришлось взвалить на себя. Я думаю, я ни автократом, ни диктатором не стал на ваших глазах, но серьезность, жесткость была, чтобы все принятые программы исполнялись, обеспечивались финансами. Каждый отвечал за свою работу, а я контролировал успех, конечный результат. Вот мы это достигли. Вот 25 лет и к этому пришли. 21 раз увеличили нашу экономику. 12 раз уменьшили бедность в нашей стране. Зарплата поднялась тоже в 25 раз, если сравнить с 90-ми годами. И вот то, что вы видите, посмотрите через окно, какой был Казахстан, какой сейчас он стал. Это другой Казахстан, другое население, другая жизнь. И сейчас настает время, когда надо будет распределить эти полномочия, не концентрировать их на одном человеке, чтобы часть этих полномочий перешла к правительству, обязан исполнительный власть заниматься экономикой, своими делами, законодательные вопросы передать парламенту. Например, в той конституции оставалось мое право издавать законы, когда надо. Но теперь отпала такая возможность, мы это передаем парламенту. Или, допустим, утверждать программы экономические, которые у нас есть, обязательно я должен был. Правительство пусть разрабатывает, пусть утверждает и пусть отвечает за его исполнение. Оставить за собой надо контроль. То есть много таких вещей можно рассказать, которые сейчас надо перераспределить, чтобы у нас были противовесы. И это для будущего тоже нужно. В будущем будут же другое общество, другие президенты придут, чтобы там спокойно было. И мы знали, что власть будет спокойно развиваться. И у одного человека не будет концентрирована вся власть, она будет поделена, вот с этой целью сделано. Это тоже наш ответ на вызовы современности. Когда мы обсуждали целый месяц по всему Казахстану этот проект, задавались вопросы, а зачем он отдает? У нас же нормально, у нас стабильно, мы развиваемся. Не ослабится или власть? Нет. Президентская власть в Казахстане остается. Мы президентская республика, но более значительными полномочиями и парламента, и правительства теперь. В последнее время у меня есть конституционные изменения, но все же многие эксперты и политологи считают, что они мало что меняют, потому что у нас однопартийный парламент и отсутствует политическая конкуренция. Что бы вы на это сказали? И вообще вы считаете, что казахстанское общество наконец-то созрело для лицентрализации власти? С последнего начну. Чтобы быть таким, как, допустим, европейское государство, возьмем какое-то, которое капиталистическая система работает сотнями лет, или Соединенные Штаты Америки, естественно, мы не созрели полностью такими быть. Как ни говорите, мы общество азиатское со своей историей, со своей культурой, со своими традициями. Но мы семимильными шагами это преодолеваем, это тоже факт. Молодежь воспринимает очень остро то, что в мире происходит, но мы этого еще не достигли. То, что касается однопартийный парламент, вы хотели сказать, что партия Нур-Отан занимает доминирующее количество голосов в парламенте, но в парламенте присутствуют три партии все же. У них разные направленности. И коммунистическая партия присутствует, и партия бизнеса присутствует. Как раз то, что мы сделали в Конституции, побуждает людей более серьезные партии создавать, объединяться и бороться за голоса избирателей на выборах в следующий парламент. Как раз поднимается роль парламента, как вы видите, поднимается роль маслихатов, которые теперь непосредственно участвуют в назначении акимов. И этим акиматам дается специальный бюджет, у них есть совет сейчас, то есть активизировать политическое создание всех казахстанцев. Через это пройдем, это же не последний этап наших реформ. Многие успешных руководителей всегда обвиняли в таком. Например, Сингапур, хоть это не государство, а государство-город, сегодня является самым высоким ВВП на душу населения достигшим. Всегда господина Люган Ю, которого я хорошо знал, обвиняли во всех грехах. Что он диктатор, что он такой, что он такой, он объяснял. У нас наше общество другое, чем западное. Знаете, католическое общество, тем более протестанты, я сам отвечаю за себя, и брату я могу только занять, а не дать. И родственники, как у нас, за собой не ходят. Значит, то есть даже такая мелочь в отношениях близких. Он объяснял, что самое главное в этом вопросе, общество тебя поддерживает. Автократизм, если каждые пять лет происходят выборы, народ избирает. Тот же Люган Ю более 30 лет возглавлял это государство, до сих пор остается лучшим и в экономике, и во всем. В то же время не скажут, что там недемократично. Просто общество есть, вот я сейчас вспомнил, у Агаты Кристо есть такое выражение. Молодые считают, что пожилые люди и глупые, а старики знают, что молодые дураки. Потому что он прошел этот путь, а им еще предстоит, дойдут они до этого или нет. Что произойдет за это время? Поэтому я считаю, что мы шаг за шагом идем к тому, что хотим. Мы это делаем как раз для того, чтобы наша цель – это быть такими, как они. Но сейчас, видите, сомнения и в той системе тоже возникли в последнее время. Не совсем уж все. Вот когда пошел поток мигрантов вот этих, почему их не пускают? Это же открытое общество, демократическое общество. Почему это происходит? Потому что интересы народа, которым руководит элита, она тоже учитывается во всех этих вопросах. То есть не все так однозначно. Надо, чтобы в мире были разные системы, и из этих разных человечество выберет самые лучшие. Но главное направление – то, к которому идет все человечество. Демократия, я много раз говорил, это не начало пути, это конец нашего пути. И мы к этому идем. Продолжение темы конституционных реформ. Как они соотносятся с той программой модернизации экономики, которая сегодня реализуется по стране, особенно с учетом того, что в своем последнем послании народу Казахстана вы объявили новую ее фазу? И соответствует ли это принципу, по которому изначально, практически с первых лет независимости, жил Казахстан? Сначала экономика, потом политика. Этот постулат остается сегодня. И могу просто коротко объяснить. Если не будет нормальной экономики, не будет хорошей жизни человеку. У него не будет работы, у него не будет зарплаты, у него крыши над головой не будет. Все это создается экономикой. А если вот этого всего не будет, ему будет ни до чего. Ни до культуры, ни до политики. И поэтому сначала экономика означает сделать народ зажиточным. Обеспечить работой, крышей над головой, заработной платой соответствующей, чтобы он мог жить, растить детей, лечиться, отдыхать и так далее. Вот этот постулат остается, он не нарушается. И политика, и экономика движутся вперед. Может быть придет время, когда надо поменять политика, потом эта политика делает экономику. И прямой связи к этому постулату вот этих изменений нет. Но оно способствует, чтобы политика была более активной, чем она была до серии. Народ участвовал во всех этих вопросах. И понимал, что мы собираемся делать, какой конечной цели хотим достигнуть. – Экономические реформы после этих изменений будут как-то более динамично идти? – Экономические реформы там расписаны. Мы сделали реформы, мы вступили на рельсы рыночной экономики. Сейчас вот этот этап какой вот. Мы первую приватизацию массовую сделали в 90-е годы. Сейчас проводим приватизацию вторую, такую уже. И сейчас под руководством государства, правительства, остается еще 7 тысяч предприятий. Наша цель – оставить 15% у государства. А сейчас 60 с лишним процентов у государства. 15% – это в организации экономических развитых, ОСР, 15%. Мы же хотим 30 развитых государств вступить. Эта приватизация означает как раз реформы. Приватизированные предприятия перейдут к частным компаниям, малому и среднему бизнесу. Реформа означает реформацию. Реформация означает, что компаниями будут руководить советы директоров. Советы директоров, которые будут управлять и создавать новую стоимость, увеличивать стоимость активов казахстанских компаний. Это очень серьезная реформация в этом плане. В связи с тем, что идет сейчас индустриализация, строительство новых предприятий, перерабатывающих отраслей, новый взгляд на агропромышленный комплекс, правильное субсидирование, чтобы увеличить перерабатывающую промышленность, поднять производительность труда в сельском хозяйстве, использование земли качественной. И вот это все, есть реформация, наоборот, будет способствовать принятию соответствующих законов, правительство будет за это отвечать. Мы государство аграрно-промышленное, у нас огромное сельскохозяйственное угодие, и пашня, где мы выращиваем, и злаки, и овощи, и фрукты, и животноводство, и все остальное. Все это пока остается низкой стоимостью, производительность низкой, потому что еще мы не перерабатываем эту продукцию до конечного продукта. Поэтому поднимался вопрос о частной собственности на землю. Чтобы поднять производительность земли, там должен быть хозяин. Если мы отдаем землю в аренду, подход другой. Если человек квартиру арендует, он не особо заботится, чтобы сделать там слишком большой капитальный ремонт, правда? Он арендует, он заренду платит, живет, живет, и может съехать куда-нибудь еще. Точно так же земля. Поэтому, в конце концов, нам этот вопрос надо решать. Подъем сельского хозяйства именно в этом заключается. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ КОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ 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 НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ который мы даем сколько запросил субсидии дали становится кормушкой вообще для чиновников некоторых поэтому сейчас все уйд пересмотрен остын барлыган кайта горы омозгустында да фенбайтақ жеріміз бар бір гектарды на алатын бейдайымыз ең жоғарды көгінде 13-40 сеттер дәлсен ойнез жерден мына қытай 25 сентнер алу атыр егерде оныштың үшіне 5 сентнер кустатын босып біз тау-тау бейдейден астында аламыз линга сон олеватырған мұна тұңайтқышты бұрын күдай берелмей ғалық қазыр жамбыл облысында оңтүстік қазақстан жаңадан фабрикаса албатырмыз фосфор тұңайтқыштың беретін азот тұңайтқыштың беретін сонуғын жердің агротехникасын жөндеп жатырмыз әрлық жердейді вот я слышал рассказ один фермер производил кукурузу высшого качества лучшие сорта кукурузы и раздает соседям спрашивает слушай почему ты конкурентам раздаешь лучшие сорта как мне говорят не раздать когда кукуруза созревает ветер пыльцу носит оттуда отсюда если там будут плохие сорта эта пыльца перейдет ко мне и у меня качество тоже хочется если у них также я вот пусть будет там вообще семена и аслату кумбарлога это все дает 30 процентов роста производитель труда я вот им даю но второй вопрос как кто ухаживает за этой культурой я больше вкладываю больше получаю все равно хотя я им даю так что не всегда хорошо чтобы у соседа было плохо чтобы нам было хорошо поэтому учиться надо опять кележат ханым айтханым біз жөндеп халка түсіндер алмай агалтык деп ойлаймын қазақтың жеріне жан ашеттіне екі қазақ қосы екен бұру мен шармынсы шегараны шегелеген жезде он төрт мүн шақырым шегаранын әр метры үшін біз күрестік еш жерді еште мен бермемештін берсек дәл сұндай алу үшін сонтан жерді ешкім арқылаба кетпейді мен білем ол қорқыншылардың қайдан шық батқан көршілерді алып кетеме өтеуін бетпейді жерді мәшінеге тиеп вағанға тиеп ешкім қазақстанның алып кетпейді бұл қазақстанның жері қазақстанның заңдары саттыға дәр қылып басқа адамдарға сонтан қазыр үзіміздің ғазаматтарға жүкемеш берсек сон алатындар жоқ күпт тұрой қазыр элэ бизнес жетің алып ақшасы қорлары жетің алған жоқ ал сәдей бұттармыз бәсіқ қағыншы қай жерге барсыңдар шақтың сөп сұп сұмасында шықтанны шықтыңды емет бірі менет бірі мяне Все что угодно, даже губить человека, если зайдет в частную собственность. То есть незыблемость частной собственности, о чем мы говорили, и сейчас в Конституции был спор на эту тему, это очень важно для инвестора. Он должен прийти, построить дом, построить завод и знать, что это его частная собственность и законами государства защищено. Никто не может прийти просто захватить. Когда на заре нашей независимости хотел я толкнуть эту проблему, пригласил самых лучших 50 директоров совхозов и сказал, отдаем вам землю. Берете? Нет. Боятся. Здесь человек только согласились, вот как раз вот эти сейчас, которые процветают, взяли на себя эту ответственность, остальным дали паи по этой земле. Потом они продавали, выкупали, объединялись, создали хорошие сельскохозяйственные промышленные коллективы. Сейчас создаем кооперативы. Кооперативка шаруашлықтардың өзі қатнасып, өз арасында кооператив жасау көрек. Ол жаңаға, өнім шығаратын, сүт шығаратын, ет шығаратын, басқаны шығаратын адамдар, қайды барып сатам деп жүлмейді, олардың сататын тәжебесіз жоқ, жерелі жоқ. Сыңыз қалай ақтың өз өзі өзі өз көрде тәжелі жоқ. Отвечая на мой предыдущий вопрос, вы сказали, что многие страны сейчас возвращаются наоборот к сильной президентской власти, от парламентской. Разумеется, это потому, что у сильной президентской власти мы есть одно большое преимущество, Это возможность действовать быстро, эффективно, не оглядываясь на общественное мнение, не отвлекаясь на политическую борьбу. Скажите, мы в Казахстане за годы доминирования одной партии и отсутствия политической конкуренции воспользовались этими преимуществами? Мы действовали быстро и эффективно с этим? На 100% воспользовались. Все наши успехи, которым мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки. Мы достигли только благодаря этому. Если бы у нас была конкуренция, как говорится, у нас не конкуренция, а драка, потому что нет политической культуры. Вот в соседней Киргизии как раз мы наблюдали, наблюдали в Украине, наблюдали в других местах. Может быть, это и хорошо, когда все время происходят государственные перевороты. Один, второй, третий. И что имеет народ от этого? Поэтому та система власти хороша, надо говорить, которая создает для людей лучшие условия жизни и быта. Поэтому наши успехи в выполнении программ один за одним, именно мы обязаны жесткой вертикали власти, которая заставляла продимать программы и осуществлять эти программы. И показывать людям результаты. Ни одна наша программа не была пустой. Она была обеспечена соответствующими средствами, наблюдением и так далее. Вы хорошо помните, как мы в 2007-2009 году из страшного мирового финансо-экономического кризиса выходили. Конечно, запасы, созданные государственным резервом, этому помогали. Мы сказали всем, вот даем вам день, потому что заводы и фабрики остановились, Соколовский-Сарбайский компонент, 20 тысяч человек без работы. Карагандинский, металлургический остановился, шахтеры остановились. А что им было дело? Я говорю, вот мы вам даем деньги, используйте, ремонтируйте улицы в населенных пунктах, строите бани, строите школы, строите больницы. И всех людей там заняли работой. То есть это была очень хорошая работа по борьбе с кризисом. И сейчас примерно такое же делается программа Нурл-ЖР, строительство жилья, вы знаете, или инфраструктурные программы. Только в этом году мы построим дополнительно 600 километров автомобильных дорог. В прошлом году 9. Всего 7 тысяч мы построим за 7 лет. И сейчас вот проект осуществляется на 4500 километров автомобильных дорог, вокзалов, два порта морских и так далее, и так далее. Строительство жилья, школ, больниц. Вот эта инфраструктура как раз помогает занять людей. И это делается навсегда, на будущие поколения. Наших детей и внуков будут пользоваться этими дорогами. Инфраструктура для нас выход. Мы замкнутые государства. В материке находимся. У нас нет выхода к морям и океанам. И наш выход это вот от Тихого океана через Китай, Казахстан, автомобильная дорога, западный Китай, западная Европа. Уже контейнеры от порта Ля-Нюнган китайского до Лондона дошло. Недавно вы же писали. 15 суток, да? А через океан индийский он идет около 40 суток. А что говорить, если в Россию придет, в Европу пойдет эта дорога. То есть сам вообще Китай для нас океан как рынок, если считать. Сейчас в Харгосе, в Алматинской области, между, на границе Алматинской области с Китаем мы строим город вместе с Китаем. Вот такое сделано посредине границы. Там 500 гектаров, у нас 500 гектаров. Я уверен, очень в скором времени там будет 100-тысячный город стоять. Так создавался Гонконг, кстати говоря. Мы будем наращивать, наращивать. Там производство. Кто туда заходит спокойно, но выходить должен казахстанец в Казахстан. Китайец в Китае. И пока он разовьется, и на юге возникнет очень большой торговый центр. Это в Росс раз. Второе. Вот железная дорога от китайской границы через степь Джесказгана прошла до самого Каспийского моря. Оттуда, через Туркменистан, Иран, Персидский залив. То есть, смотрите, мы обеспечили выход морям и океанам Казахстан, который в центре Азии находится. То есть, вот что такое инфраструктура. Мы открыли, то есть, я этим горжусь. Казахстан на все стороны. Да, перевозка для нас дороже стоит, чем кто находится на берегу океана. Ну, что делать? Такое расположение, такая география нашей страны. То, что мы это решаем и фактически решили, это великое дело. Вот очень важная дорога Алматы-Астана. И люди, которые ездят, там ужасные у них отзывы. Они говорят, что она ужасная. Алматы-Астана? Да. В плохом состоянии. Я знаю, мы когда-то на скорую руку, помните, отремонтировали, построили. Сейчас вот движется Хараган-Дагадейн-Келет и Балкашка-Барат, Аргарай-Барат. Еще я очень активна в социальных сетях. И у людей, вот что встречает непонимание, почему одни и те же дороги уже внутри городов каждый год ремонтируются заново, все перекрывается. У меня даже вот там на Санчи, в Алмате, из года в год там одни и те же участки, они делаются и делаются. И сейчас век технологий. Вот просто такой простой вопрос, почему не используют материалы, которые... Астана, Боровое, точно такая дорога была. И в ямах была, и каждый год ремонтировали. Весь вопрос в технологии. Все экономим, а все дешевое потом себе дороже становится. Хорошие дороги на основе бетона, капитально положенные по новой технологии, они стоят вечно. Поэтому правильный этот вопрос, это обращенный вопрос ко всем органам местной власти и правительству. Надо отработать технологии, только по этой технологии разрешать строить дороги. Мой вопрос, он, наверное, такой рекордсмен по частоте, вам его не раз задавали, но я еще раз задам. Вы на посту президента со дня основания, с момента основания нашего государства. Вот просто по-человечески... Долго, да? Просто по-человечески не устали ли вы от этой нагрузки, это раз. И во-вторых, многих людей, наверное, и в том числе здесь присутствующих, очень волнует вопрос преемственности власти. То есть, сохранится ли тот стратегический курс страны, который вы взяли? 91-я статья Конституции, новая. Парламент по просьбе населения решил внести, что стратегический курс, заложенный, незабываемый и будет сохраняться. Как один известный политик сказал, я сделал все, что мог, пусть после меня попробуют сделать лучше. Это хороший был ответ. Поэтому сколько работать? Долго? Мало? Я уже насчет возраста сказал. Вопрос молодой или старый, тоже праздный вопрос. Есть 30-летние, похожие на стариков. Есть 80-летние, похожие на 30-летних активных. Так что все зависит от человека. Есть вопрос в том, человек, глава государства, выполняя свои обязанности, улучшает жизнь людей постепенно год от года или нет. Вот в этом вопрос. То есть, Маргарет Тетчер в свое время на такой вопрос ответила. Я буду работать столько, сколько будет Англии во мне нуждаться. И до тех пор, пока я не устану. Еще один великий англичанин, Уинстон Черчилл, сказал, говорит, то, что я здесь нахожусь, это не случайность, это закономерность. Я был создан для этой работы. А Ваши внутренние ощущения, не политика, не президента, а человека? Человека, конечно, тяжелая работа. Постоянно в направлении, постоянно в размышлениях и мыслях, что еще надо сделать для этого государства. Но я чувствую свою нужность, у меня получается эта работа, и я работаю. Еще раз вам напомню, что я сейчас избран до 2020 года. Еще есть время для размышления. Все будет зависеть от доверия народа. Первое. Второе. Силы и здоровья человека, который работает. Я считаю, что работа президента – это такая работа, когда ты должен отдать 100% свой силы, опыт, энергию и их жизнь, можно сказать. А если твое состояние не позволяет именно так работать, то здесь нечего делать. Так что все зависит от времени. Силы и здоровья. То есть есть, что делать. То есть, как и все зависит от времени. Что-то, какие-то вопрос. Продолжение следует... 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 Совещание по мерам доверия в Азии, вы это знаете. От нас исходит интеграция, Евразийский союз, ШОС, участвуем мы и так далее. Во всех этих мы говорим об интеграции, о доверии и обо всем другом. И поэтому сейчас вот сирийский процесс. Третий раунд переговоров происходит. Самое большое, чему мы должны радоваться, именно в Астане договорились прекратить стрельбу. Именно в Астане. 65 миллионов беженцев сейчас. Сотни тысяч людей погибло. И самое главное, в Сирии разбомблено богатство всего человечества. Вы знаете или нет, Алеппо или Пальмира. Пальмира в истории существует вместе с пирамидой Гиза. 8-10 тысяч лет тому назад. Там были уникальные памятники человеческой истории. И Алеппо тоже упоминается еще с каких-то времен неизвестных нам. Вот это все уничтожено. Мы поощряем такие переговоры. Мы за то, чтобы прекратилась война. Потому что это наш ближний сосед. Наша торговая площадка. И мы хотим, чтобы в нашем окружении был мир. В продолжении темы о сирийском конфликте. Вообще я сама по себе считаю трагедией для всего мира. Не может быть так, что то, что происходит в одной стране, не влиять на общий баланс во всем мире? Терроризм, который оттуда пошел, террористы, бандиты, экстремисты, где возникают, где нет власти. Им удобно там жить. Захватили себе землю кусок Ирака, кусок Сирии, объявили, что это халифат, исламское государство. Терроризм распространяется по всему миру. 65 миллионов беженцев. Из них 14 миллионов детей. Погибло больше миллиона человек за эти три года. В самой внутри Сирии беженцев 5 миллионов человек. Они побросали все пожитые дома, все бросили, что у нас детей взяли и ушли. Сегодня без лечения, без крова, без тепла живут эти люди. Как можно спокойно жить и радоваться, если рядом есть те, которые умирают с голода? Поэтому я предложил с трибуны Организации Объединенных Наций бороться надо с терроризмом коалиции, состоящей здесь, всех государств мира. Без этого, этого не победить. Ну, к этому, наверное, примерно сейчас идет. И мы участвуем на стороне тех, кто борется с этим злом. Мы участвуем на стороне тех, кто борется с терроризмом коалиции. Я предложил посажу на стороне тех, кто борется с Мы находимся в Саиле, в Саиле. 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 Мы находимся в Саиле. Мы находимся в Саиле. В этом году вы уже говорили о Евразийском экономическом союзе. Кстати, вы когда-то, более двух десятилетий назад, были инициатором создания этой структуры. Сегодня она сформирована, работает, зарекомендовала себя. Мы знаем, что и другие страны проявляют интерес к вступлению. Тем не менее, мы знаем, что не все просто внутри этой структуры. Страны-участницы не скрывают того, что не всегда удается найти какие-то точки соприкосновения, баланс национальных интересов и общеэкономических интеграционных. В этой связи хотелось бы услышать ваше мнение и позицию о будущем этой организации. Не изменилась ли ваша позиция за вот эти годы? Не изменилась. Вам хочу сказать, в соседних государствах всегда будут возникать различные вопросы. Сейчас мы о Киргизии говорили. Какие-то интересы каждого государства есть и так далее, и так далее. Сейчас тем более кризис, объем торговли упал между нашими странами. Это дает повод говорить, а надо ли было. И нужен этот союз или нет. Союз нужен хотя бы потому, что сейчас между нашими странами нет таможенных границ. Человек, товар, деньги могут передвигаться совершенно спокойно. Могут создавать предприятия казахстанцев в России, российские в Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане и так далее. Это уже большое благо, понимаете? Свободное передвижение – это и есть развитие каждого государства. Это и есть развитие экономики и так далее. Поэтому я смотрю шире и смотрю дальше. Вот эти перипетии, трудности, кризис, который есть, производственный кризис, уменьшение цен на товары. Все равно все это придет. Все это успокоится. И тогда, возможно, мы будем дальше расширяться. Я уверен, если Евразийский экономический союз хорошо сработает, то Европейский союз захочет иметь с нами общие дела. Это раз. Шанхайская организация уже, мы сказали, будет. Сегодня 40 государств просится стать хотя бы наблюдателем Евразийского экономического союза. Почему? Потому что этот рынок – 180 миллионов человек сейчас в Евразийском экономическом союзе. Что ни говори. Такой рынок необходим всем. Все хотят производить товары. Все хотят продать. А где? Если не продашь товары, не получишь деньги. И никакого развития пользы твоей экономики, народу твоему не принесет. Я с оптимизмом смотрю на будущее Евразийского союза. Его надо развивать. Есть вопросы. Возникают они. А разве в Европейском союзе не возникают? Если не возникало, Англия бы не стала выходить оттуда. Другие страны тоже критикуют. Кому-то чего-то не додают. Поэтому общие направления надо считать правильным. Достраивать каркас. Еще надо. В социальных сетях много пишут и знакомые. В последнее время вашу честь слагают песни, стихи. Вам ставят фильмы, памятники. Словословия депутатов, ваш адрес, они достигли уже невероятных высот по своей тональности. И вот поправка в 91-ю статью Конституции закрепила уже особый статус первого президента. Поэтому мой вопрос заключается в том, что, в общем-то, очень простой. Как вы к этому относитесь? Вам вообще это нужно? Или это нужно тем людям, которые все это делают? Одним предложением могу сказать. Отношусь плохо, и мне это не нужно. Я все время открыто об этом говорю. Марк Аврели, который был большим советчиком всех правителей, сказал, что при жизни строить памятники, не верить, что будущие поколения тебя вспомнят. То есть по делам надо судить все же. Никакие памятники. Смотрите, что получается. Те же люди, которые когда-то голосовали, шумели, поддерживали памятники Ленину, Сталину, кому-то там. Те же люди потом их низвергали. Если когда не будет меня президентом, следующее поколение, на решение, которое я не могу повлиять, так решат. Ну что, я должен с этим согласиться, да? Единственное, я дал согласие назвать моим именем Назарбаев университет. Потому что это создавалось уникальное учебное заведение, которое послужит примером для всех наших университетов. Чтобы приковать внимание общества к этому, приковать внимание правительства, чтобы нормально развивалось. Этот университет стал не только университетом, а научным центром Казахстана. Таковым он истается. Я дал. На все остальное я никогда не давал согласия. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз я говорю, мне это не надо. Мне это не нравится. Я другое скажу. И о политиках, и о каждом человеке будут свидеть о его делах. Каков он был человек. Человечный, добрый, такой, такой. Хороший отец, хорошая мать и так далее. Что-то оставил след. Об этом будут свидеть. О чем мне волноваться? В моей судьбе мне надо было возглавить мой народ, чтобы построить новое государство Казахстана и поставить его на карту. Построить столицу этого государства с нуля на чистом поле. Вот смотрите. Астана – гордость нашей страны. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 потому что ты тоже не от него. Собейся, дай Quebrutка не дай? Когда у тебя были люди, как ваши родители, что были все? Это очень странно. Украфт, учебный, на accumulated wealth? Если у нас есть вдохновение, если у тебя есть вдохновение, то есть у тебя есть representing в��ке. Она есть вдохновение, если у тебя есть вдохновение, Gigante. Молодец. Сказать его, он должен быть противникантливым, он должен быть правильным. Похоже… Офигеть на ночь, где она будет. Если вы поймете, что вы будите выбраться, то есть вы поймете, что вы любите ребят задки. Другие сказали, что вы должны думать, что полностью выравнивать. Продолжение следует... Я назначаю не потому, что я хочу его потом освободить, я назначаю, что он будет долго работать и будет проносить пользу. Надо руководителю держать возле себя людей, которые приносят успех, выполняют поставленную задачу и приносят. Вместо того, чтобы он к тебе приносит вопрос, как мне это делать, значит, он сам стал проблемой для тебя. От проблем, как известно, надо стараться избавляться. Только поэтому приходится освобождаться. Одни проваливают себя, другие на пенсию ходят, третьих переводим, повышаем, параллельно переводим. Успех. Есть очень хорошие, успешные люди у нас, хорошие работающие. Поэтому перестановки – это жизнь, ничего застывшего нет. Одного передвинули. Вот сейчас спрашиваешь насчет последних перестановок. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Те ребята, которых я первые годы независимости молодых поставил, того же Аблязова министром поставил, 30 лишних лет было. И всё время ему хорошо делал. Видишь, вот провалился, проворвался, ходит где-то. Второй раз прости, третий раз расставайся. Я придерживаюсь этого постулата. Можно доверять до поры, до времени. Вообще-то, если предатель, однажды предавшему я никогда не верю. И я считаю, что это правильно. Может быть, жёстко, но правильно. Потому что обязательно он ещё раз так сделает. Поэтому кадровые вопросы самые большие. Мы приняли специальный закон о государственной службе. Вы видите сейчас, да? Этот закон говорит, что у нас будет миротократия. Будут ставиться на следующую должность только по заслугам. И будут проходить специальную аттестацию знания законов, знания экономики страны. Только тогда зачисляется резерв. Только тогда назначается. Поэтому это извечный вопрос всех, наверное, руководителей. Шултан Абишевич, возвращаясь к важнейшим событиям последнего времени. Принят закон о конституционных изменениях. Правительство, парламент наделены дополнительными полномочиями. Теперь как? Выборы досрочные будут? Есть хорошее выражение. После новых выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотелось. Поэтому почему люди жаждают новых выборов? Парламент избран до 2021 года. Он будет весь свой срок работать. В последней статье это записано. Вы долгое время на вершине власти. Это очень трудно. И вот чем вы гордитесь, я примерно представляю это. В тона вы уже говорили, о чем вы сделанном или не сделанном жалеете? В глубине души. Твои мысли становятся твоим делом, говорил Марк Аврелий когда-то. Счастлив тот политик, который задумал сделать дело и осуществил. Особенно, когда сам это делаешь, а не получаешь как подарок. И все эти три вещи у меня получились. Поэтому я не лукавя могу сказать, что то, что я вам сегодня рассказывал, вместе мы обсуждали все, что сделано, удовлетворенность души есть. Но за одну жизнь невозможно сделать все, что ты хотел. Пока у тебя есть мечты, ты живешь. Это дает силу, энергию. Есть мечта, много еще хочется сделать недоделанного. Смотрите, сейчас вот экспо проведем. Пять миллионов человек прибудут сюда. Что такое экспо? Экспо это инновация, новая технология. Это энергия. Когда вот закончится, если вы дойдете в большой шар, это казахстанская экспозиция, вы увидите на первом этаже силу энергии воды. Там же вы увидите, что мы ходим и вырабатываем энергию. Там будут такие квадратные плитки. Каждое наступление заводит динамик. Помните, в детстве динамик подключаешь к велосипеду, к колесу? И свет дает. Мы никогда не задумывались. Каждое движение этой энергии. Человек ходит и создает энергию. Понимаете? И на втором этаже вы увидите энергию ветра, как создается. Потом вы увидите энергию водорода. Потом вы увидите энергию солнца, насколько оно неиспользуемо. Энергия солнца способна нам несколько кратно обеспечить энергией все человечество планеты. Но мы не пользуемся, потому что мы не научились сохранять, аккумулировать эту энергию. То есть я считаю, что после того, как пройдет это все, останется как научный центр для выработки новых технологий. И вот эти павильоны, что государство будет участвовать, они привезут свои новинки, которые там есть. Это будет научно-технический парк для Казахстана. Представляете? И все будет меняться. Угольные электростанции, против него будут бороться все, потому что загрязняет атмосферу, потепление планеты идет. И другие автомобили электро. Мы сами стали производить сейчас на электрической тяге. Электромобили. Кустанай, Восточный Казахстан. Прежде всего Алмату надо обеспечить, чтобы там экологию улучшить. В других регионах наших надо бы очень много еще сделать. Вот для всего этого мы работаем, воспитываем поколения, которые эту мечту сделают. Восемь, вверху, куш-куватты энергия нахайдан агас? Шарет и бжергет сгунда Аллах, беретін куш-кулатты. Сол куш-таусылганша, куш-куватты, гумыр суресын. Биткенде кетесын. Сонтан, мен де өзім Резамын ұсту Казахстанның жер шарын арлап бәрліғын куш-куваттын бергенде. Сол куш-куваттын бар кезінде жұмысы теп қалу керек. Сендер де теп сетемер зөтін келдіңдер, бәрліқтарын айамбай жұмысы тегіндер. Издену керек. Эрбір өзің жұмысында изденсен, арғария жер берегі олады. Ақпарат құралдарында да, түне жүзінде қанша мысалдар бар алатын олардың. Мүмкін кейбір жағдайда мүмкіншілікті болмайтын жағар бақы. Мүмкіншілікті болдыру көрек. Бәрліғыныңда жоғары істеуге шоғармен бірге болуға. Олардың аскпеттің көтірісе көрек. Менде қосындай жұмыстар мен жүркіл жатырмын. Елімді басқа елдеріңмен қатат перезесін, тен қылып шығымнен кем қалай, қазағымның басы көтеріліп жүрсінді әрвақытта. Бәрліғының жоғар көрімі көзге жүркіл жатқылы қазақтың көз. Өмір 4 жүрмін жүрмін жүмістыз түсіп жүрмін. Сонтан сол жүмс тұрымды. Айтың бағалап жақы. Для меня, конечно, приятно, что говорят о мою работе, моей деятельности. Спасибо, благодарен. Все эти годы казахстанский народ мне доверял. На последних референдуме по выборам президента в 2015 году 97 процентов. и люди стояли в очередах для того, чтобы голосовать, для меня никакой высшей боли и награды нет. Если я могу вызвать такие чувства у моих соплеменников. Я думаю, это мечта руководителя каждого президента. Александр Абишевич, благодарим Вас за то, что уделили нам время. Хотя, когда дальше говорить, но время уже, видимо, не позволяет. Хорошего поведения мы. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Сейчас действительно получилось интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...